Мария, не тратьте энергию на хейтеров. Это даже не критика, а проявление дегенератизма. Мне ваш стиль напоминает Мэтт Сизон. Ну, спасибо. Да, Мэтт Сизон. Нет, сейчас скажу про людей. Да я даже на этих людей внимания не обращаю. Ну как, я комментарии пишу, для чего я это делаю, чтобы другие люди, которые меня не знают, обратили внимание на моё творчество. Это я всё делаю по плану. Ну, то есть оно так и работает, потому что по-другому как. Кто обратит ещё внимание на творчество? И что я хочу сказать, это не хейтеры, даже это дегенераты. Это просто необразованные люди. Ну, нет, или просто они образованы в определённом направлении. Вот я, например, вот вы пишете Мэтт Сизон. Вот это гранж, да? Это вот направление 80-х годов, 90-х. Туда относятся многие группы, как Нирвана, Саундгартен, Перл Джем, Элисс и Чейнс, Сизон, вот это Мэтт Сизон. Ну, там много групп. Так вот, я на этом выросла. Прошло моё детство. В музыкальной школе я училась классической музыки, да, там Бетховен, Бах, Чайковский, Моцарт. И много-много меня учили. Но когда я была ребёнком и тинейджером, вот в подростковом возрасте, я выросла в Калининграде. И вот как раз у нас сам Калининград, это был вот как Сиэтл. Вот там родилась вот эта музыка, да, вот гранж. И вот у нас было что-то наподобие. То есть параллельные миры везде, как всегда. Кто слушал Юру Шатунова. Хотя против Юры Шатунова я ничего не имею. Ну, это не моя музыка, но как человек он был замечательным человеком, да, Юра Шатунов. То есть я не удивляюсь, что люди его до сих пор так любят и ценят. И всё, побольше таких бы людей, у нас бы жизнь была лучше. И кто слушал поп-музыку, кто слушал рок-музыку, кто что слушал. Я выросла на классической музыке, так как у меня музыкальная школа была. И вот почему вам напоминает Мэтт Сизон. Потому что я это всё очень любила. Я очень любила гранж, я очень любила группу Саундгарден, Нирвана. Ну, Нирвана как-то я так, мне очень нравилась Саундгарден больше. И потом мне нравились также другие группы, не только вот. Гранж мне до сих пор нравится. Это вот это направление, которое мне очень-очень нравится, да. Панк с хэви-металом. И, то есть, всегда мне нравилось. До сих пор нравится. Мне кажется, вкус меняется. Нет, он не меняется, мне до сих пор все это нравится. Но также на меня очень много влияния оказали и другие группы, вот очень много, вот прям с 20-х годов начинаем, вот эти Mississippi Blues, Delta Blues, вот эти все чернокожие, которые играют на гитарах и поют, BB King и Jolly Hookah, ну там много, список очень длинный, и джазовые певицы на меня влияние оказали, и куча, 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 и потом и Heavy Metal, и Elvis Presley, и Beatles, и Rolling Stones, и вот это один за другим идет. И, конечно, так как я выросла, я была подростком, когда вот это окружение, Калининград, наркотики, вот это вот мы во всем жили, когда не было денег, когда был дефолт, когда пустые полки в магазинах, когда деньги есть, и они обесценены были, вот это я все пережила. И как раз вот ты ищешь какое-то направление, да, в музыке, которое тебя вот соответствует твоему внутреннему миру. И вот этот гранж, вот как у них в Сиэтле, вот у нас в Калининграде мы тоже слушали вот эти Нирвана, вот почему такое популярное стало, особенно после убийства Курта Кобейна, почему такой всплеск был. Как раз это вот, как раз было это время, да. И хотя это время уже затянулось, да, это был 94-й год, когда он покончил жизнь самоубийством, и до сих пор вот это все время, оно как будто замерзло, или как называется, ничего не происходит, да. Все время вот это новое поколение идет, еще одно поколение, все, и до сих пор вот такая вот Нирвана-мания, вот они даже так же одеваться стали все, вот в этих изодранных брюках, джинсах, вот как эти волосы красят, вот эти пуловеры в катышках, и вот это все, да, вот это направление, все оно до сих пор вот так вот пульсирует, 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 вот эта Нирвана-Курт Кобейн. Оно не уходит, да, а потому что ничего нового нет, вот оно как осталось, так и все. Потом появился рэп, всякие там вот эти попсятина вот, которые там, ну, вы знаете кто, да, и появился рэп, и сейчас, а сейчас даже не знаю, я даже не слушаю, что сейчас появилось, я даже MTV больше не смотрю, ну, когда-то в детстве смотрела, ни вот эти Grammy Awards не смотрю, знаете, ну, музыкальная премия, вот это, Grammy, вообще не смотрю, потому что там смотреть нечего. Я даже не знаю, что там смотреть, поэтому создаю свое, и уже многим нравится и не нравится, ну, не нравится тем, кто, а им никогда не понравится, но не может понравиться, то есть это ясно. Вот еще раз специально, сейчас немного обучим людей, которые вот у меня смотрят. Гранж. Иногда его называют сиэтлским звучанием. Жанр альтернативного рока и субкультура, возникшая в середине 80-х годов в американском штате Вашингтон, в частности в Сиэтле и в близлежащих городах. Гранж сочетает в себе элементы панк-рока и хэви-метала. Жанр характеризовался искаженным звуком электрогитары, используемым в обеих жанрах, хотя некоторые группы выступали с большим акцентом на одном или другом. Как и эти жанры, гранж обычно используют электрогитару, бас-гитару, барабаны и вокал. Акустическую гитару тоже. Гранж также включает в себя влияние инди-рок-групп, таких как Соник Йофф. Вот эта группа, тоже меня многие сравнивают, хотя она на меня никакого влияния не оказала, я там пару песен только слышала. Тексты песен, как правило, наполнены тоской и интроспективной. Часто затрагивают такие темы, как социальное отчуждение, неуверенность в себе, насилие, пренебрежение, предательство, социальная и эмоциональная изоляция, зависимость, психологическая травма и стремление к свободе. Поняли? Так что, народ, кто не знает это, я вам зачитала, что это значит, что означает моя музыка, вот она на меня влияние оказала, да, гранж оказал, ну то есть это одна из направлений музыки, которая оказала влияние на мою музыку, на мой сибирский блюз. А там музыкантов очень много было, и до сих пор я слушаю, и еще все не услышишь, потому что столько музыки, столько музыки, что слушаешь-слушаешь, и жизни не хватит все послушать. Так вот. Ну, спасибо, что вам нравится мой стиль, и что напоминает, ну, такое сравнение, конечно, очень приятно, правильно, что сравниваю не с кем-то там, а с такими великими группами, ну, или известными группами. Кстати, группа Soundgarden, я вот, мне нравится очень песня Black Hole Sun. Black Hole Sun, тун-тун-тун. Я в детстве очень любила эту мелодию и песню, и до сих пор она мне нравится. Так вот, Крис Корнелл, вот этот певец этой группы, я потом записывала альбом, я познакомилась с известным композитором и музыкантом Эллен Ривсом. Так вот, мы когда записывали альбом, я потом посмотрела, он потом фотографии на Фейсбуке ставил, он, оказывается, дружил. То есть это его хороший друг был, вот этот Крис Корнелл, Soundgarden группа, ну, там он в нескольких группах был. Представьте, у меня такая радость была. Я даже Эллену еще до сих пор не сказала, ну, как мы общались, но я ему даже не сказала, что я до такой степени любила группу Soundgarden. Ну, может, как-нибудь скажу. Мы были заняты только моей музыкой, сибирским блюзом, моими песнями. Ну, там, и Эллена тоже группами, он мне про многие группы рассказывал, про то, про все очень много всего интересного было, что мы до Крис Корнелла еще не дошли. Так что, вот так вот. И вкратце хотела сказать, у меня было интервью, ну, как не интервью, а играли мою песню в двадцать первом году, в две тысячи двадцать первом году, «Мимо Какамо», вот можно посмотреть, вот тут песня моя, и он, известный вот итальянский модератор, он в Лондоне работает на радио, так он брал интервью у Нирваны, группа Нирвана, Стереофоник, Снаплум Дэв, и там еще много музыкантов, и он мне написал, можно я буду выиграть вашу музыку. И поэтому моя музыка играется в Англии, в Италии, вот мои песни, ну, в этом жанре. Вот этот альбом он гоняет, вот опера двадцать первого века, вот это альбом, альбом Vision, Vision.